Это короткий ролик в помощь моим зрителям. В комментариях мне пожаловались, что хотели бы с помощью телевизионного пульта глушить соседскую громкую колонку, но при этом не знают, как это сделать и как увеличить мощность телевизионного пульта или же пульта дистанционного управления музыкальными центрами. Ранее я уже показывал подобное видео, но еще раз повторюсь, для хорошего человека ничего не жалко. Вам придется все-таки найти мощные вот такие вот инфракрасные светодиоды, которые можно разыскать в старых видеокамерах или в выброшенном каком-нибудь инфракрасном прожекторе, который используется для ночного освещения и для регистрации. У меня вот такой вот наборчик от видеокамеры достался, на помоечке я ее нашел. И этот наборчик, это по сути дела инфракрасный прожектор, он управляется с помощью вот этого инфракрасного фоторезистора. Здесь есть очень простая схема, хотя такую схему вы можете собрать сами, потому как на канале у меня подобная схема есть. И подавая сигнал на эту схему, вот на этот транзистор, можно легко управлять миганием вот этих светодиодов в такт сигналу. А сигнал мы берем с телевизионного пульта. Прожектор настолько мощный, что видно даже невооруженным глазом, а значит светит он далеко и очень ярко. Давайте я его подключу и мы посмотрим, как это будет происходить. На свету прожектор не светится, но если мы закрываем фоторезистор, вы видите, насколько яркое свечение, причем оно именно вот освещает. Вот даже на камеру, на обыкновенную камеру все это видно. Очень яркие светодиоды и, конечно, их дальность позволяет с большого расстояния с помощью телевизионного пульта управлять там чужими телевизорами и чужими колонками. Еще раз повторюсь, фоторезистор надо будет из этой схемы убрать, а подавать сигнал с телевизионного пульта, с того самого светодиодика, который здесь находится, прямо на базу вот этого транзистора. Это несложно. Удачи, ребята, и пусть ваш мир будет тихим и спокойным. Субтитры создавал DimaTorzok